Всем привет! Дружный коллектив. Что у нас теперь? ОМЗАП Сиванская 62 вас приветствует. Будем сейчас маленькое видео про двух лохов наших запчастников снимать. Вот они. Если, конечно, можно произносить на видосе слово лох. Сейчас расскажу почему. Ну, такой маленький момент. Вот там, смотрите, видите, слева паренек затесался. Зовут Даня, мастер у нас. Да, знакомьтесь, приезжайте, обслуживайтесь. Погнали! Так, смотрите, что имеем. Имеем турбину Бурк Варнеровскую. Это у нас Гранд Старекс, правильно? На Евро 4. Кому интересно, номер 28204А480. Пришли скорее турбины Бурк Варнер. Два вот этих умника и умница. Продали ее. Через сколько часов-то вам ее вернули? Ну, позвонил же он сразу или нет? Да, часа через три. Позвонил сразу, часа через три. Говорит, это, заводской брак. Так, антифриз. Да, течет, да, льет антифриз, короче. А вот здесь вот есть отверстие. Вот его не должно быть. Вот вам видно, наверное, вот оно. Вон оно. Они, как истинные арийцы, принимают эту турбину, не проверяют ее, так? Проверяем ее на серийный номер. Не, ну понятно, на серийный номер, красавцы, вы ее проверили, все нормально. Приняли, отдали деньги и что? А он турбину другую не стал брать. Взял другую турбину. А, ну он взял другую турбину. Нет деньги, да, обменяли. Понятно. Вот такая вот история вкратце произошла. Моментом начинается самое интересное. Суть в чем? Двух немного неопытных людей обманули. Им вернули китайскую турбину, турбину не Боркварнеровскую. Ну, то бишь, вообще просто вернули шляпу, которые прикрутили вот эту холодную часть. Короче, если вы их увидите, вот еще раз, ребят, может у них брать сначала Боркварнеровскую турбину, потом перекручивать вот эту холодную улитку, возвращать и требовать бабки, и они будут, короче, вам их и дарить. Не, ну что, бывает в жизни все. В чем прикол? Прикол в том, что турбина собрана на разных болтах. Горячая часть китайская. Вот здесь она даже не нумеруется. Шпильки, смотрите, от руки выкручиваются. Такого в жизни, если возьмете Боркварнер, не будет. Вот здесь вот даже, если посмотрите, видите, отлив, вот пыльник стоит. Возьмете Боркварнеровскую турбину, поймете, он прям стоит ровненько, в притирку, и прям вровень вот с этим бортиком. Тут нету такого вот это. И самое главное, болты-то будут одинаковые, болт регулировочный. Вот здесь вот есть под шестиграничек проточечка, и она вот внутри, да, здесь есть? Вот она есть. Короче, сейчас мы ее разберем, просто посмотрим, из чего она состоит внутри. Понятно, ее уже продавать делать не будут, потому что дырка, ну, действительно, в Китае не хватило чугуна, получается, чтобы ее отлить. Так, крадемся на склад, где же зачарованный Рома берет эту турбину. Не, ребят, ну, на самом деле, вам может на видео показаться, что мы дудлики, но давно уже работаем, знаем, и что, Ром, много запчастей без вина даже подбираем. Да, без вина подбираем, еще торопимся, пытались пойти к клиенту на встречу, побыстрее все это как-то организовать, блядь, в следующий раз будем знать. Ну да, тут понятно, как бы вся в спешке, поэтому ни за что не подумайте, что мы тупые. Все будет хорошо, да? Так, ну что, мы это открутили? Нет еще? Не, я просто снимаю, лох не матерись, смотрите. Так, ну что, не, ну, холодная часть, вообще к ней без претензий, просто четкая. Так, ну что скажешь, Вован, болты раскручивались? Да, раскручивались. Ну, по ним же уже видно. Вот, даже снять его уже. А, ну, да, края сбитые, то бишь, ну, чутка перекрутили. Потому что здесь, вот видите, есть шильдик, и по шильдику можно определить, ну, номер, который вносится в накладную. Соответственно, алюминка есть, нормально. Дальше будем сейчас смотреть, что еще есть. Что там? Держится вообще она вот на четырех болтах по периметру, ничего сложного. Откручиваешь, вот. Ну да, когда ключи есть. Не, ну, это так же. Вовчик просто не ищет легких путей. Ну, с актуатором-то ничего не будет. Втянешь вакуум в себя, Вован, когда снимешь? Ну да, попробуем сейчас, посмотрим. Продолжи. Конечно. Продолжи. Ладно, все. Владимир. Да. 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 Ты Владимир. Нет. Так, ну что, вот они, два этих друга. По финалу, вот что оказалось. Ну, паленая не турбина, а паленый картридж. Картридж, вот он, видите. Вот, в отлив картриджа. Это можно поменять. Сделать турбину живой, потому что сама горячая часть нормальная. Все чистенько, благородно. Что? Вот, смотрите, для сравнения. Давай покажем. Вот о чем я говорил. Ну, даже не так. Вот так покажи. Ну, переверни. Вот видите, как на Борт-Варнеровской, вот мы взяли оригинальную турбину. Видите, как сделан. И как сделан, допустим, пыльник на китайском актуаторе. Цифра тоже. Ну да, цифры наоборот набиты. Вот так вот. Что у нас еще здесь снизу? Видите, тут просто... Вот эти надписи. Да, надписи-то. Нет, ты посмотри, как это... Вот видите, как здесь нанесены насечки, а у нас здесь просто, как сказать, накакано. Но, кстати, актуатор, в принципе, рабочий и китайский тоже нормально ходит. Тут ничего такого страшного. Но сам факт остается, что продавали турбину. Она, видите, собрана на одинаковых всех болтах. Все там чинно-благородно, отрегулировано. Много отличий. Там и на картридже вот здесь нанесена зачем-то перфорация. Типа, вот видите, Борт-Варнер на китайском, он здесь на турбине. Ну да. Какая-то квадратная. Поэтому можно сказать, что из самого первого визуального осмотра вы, в общем, если возьмете китайскую турбину и возьмете нормальный Борт-Варнер, вы поймете, что, в принципе, держите в руках кусок китайца. Китайские турбины сейчас, кстати, тоже ходят, ничего не будем сказать. Просто разговор о том, что человек, может быть, несознательно, но обманул наших работников или сами работники. Продали ему китайскую турбину и сейчас косят под дурачков. Все бывает. Но будем надеяться все-таки верить в честность и искренность людей, которые работают у нас. Да, Макс? Да. Что-нибудь скажешь за Рикином? Абсолютно. Ну давай скажи. Честно и искренне. А что скажешь? Виноват и справлюсь, да? Понятно. Может быть и брак, может быть и обман клиента. Ну, просто так, чтобы ты понимал, на заводе Борт-Варнер там бешеная, бешеная УТК, а на заводе Мэйт Ин Чайна, ну, УТК в принципе нет. Они в перерывах между сажанием риса это делают, поэтому все будет хорошо, но ее можно сделать, сделать рабочей. В общем, народ, таким образом не обманывайте тружеников нашего магазина. Не ставьте на телефоны такие вот звонки, как вы слышали, как у нашего менеджера Романа. Все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, приезжайте к нам на Дубнинскую, на Севанскую, кому удобно. Всем пока.